Всем привет! С вами Леонид Бугаев, автор книг «Мобильный маркетинг», «Мобильный нетворкинг» и автор курса, который называется «Макс эффект» — максимальная эффективность. Добро пожаловать в следующий урок. Сегодня мы с вами будем учиться целеполаганию и тем вещам, которые, наверное, вызвали ваши вопросы после нашего предыдущего урока, который касался ведра ресурсов. «Ну хорошо», — спросили вы. «У меня, предположим, очевидно, что не хватает каких-то ресурсов. Что же мне делать, в общем-то?» И на самом деле хочу сказать, что такой же вопрос я задавал себе, когда, в общем-то, в моей жизни были эпохи отчаяния, темноты. Я, в общем-то, сейчас рассказываю об этом. И в первую очередь я сказал себе, мне не хватает энергии, мне не хватает денег, времени у меня, в принципе, ну как бы нормально. В общем, можно себе выкроить какое-то лишнее время, 2-3 часа на то, чтобы заниматься собой. И, в первую очередь, основная проблема, с которой столкнулся я, это нехватка энергии в силу большого веса, в силу небольшого количества занятий спортом. И так или иначе, спустя какое-то время я начал заниматься велосипедом, бегом, пробежками, роликами. И в дальнейшем, когда у меня ситуация с деньгами, скажем так, улучшилась, я стал заниматься в том числе виндсерфингом, кайтсерфингом и вейкбордом. И сейчас это мои любимые виды спорта, которые я в том числе использую как средство для того, чтобы зарядиться энергией. Вы меня спросите, ну слушай, тебе хорошо рассказывать про какие-то вот такие космические вещи, что делать мне в настоящий момент, если я, например, там не знаю, за что хвататься. Такого же рода вопрос, за что хвататься, был у меня совсем недавно. И это из-за разряда те действительно очень грустные переживания, которые я сейчас могу рассказать. И в названии максимальная эффективность зашифровано имя моего старшего брата Максима. Макс эффект это в первую очередь те действия, которые мне нужно было срочно предпринять для того, чтобы помочь ему. И это грустная история, потому что в тот момент, когда он обратился ко мне за помощью, оказалось, что у него очень сложная ситуация. В тот момент Максим долгое время уже жил и работал в Швеции. Он хотел туда уехать на постоянное место жительства. Четыре года уже занимался вопросами визы. И в какой-то момент он написал мне и сказал, что ты знаешь, у меня ничего не получается. Меня высылают обратно. И правительство Швеции прислало мне официальную бумагу, которая вынуждает меня вернуться обратно. Что мне делать? И оказалось, что у него очень неважнецкие истории в тот момент с деньгами, с временем, с энергией. В общем-то со связями тоже. Ну в общем полный минус по всем фронтам. Оказалось, что мне, несмотря на свои какие-то прокаченные возможности, очень тяжело дается вот такого рода семейные какие-то неурядицы. И мне пришлось приложить все усилия для того, чтобы помочь Максиму в этот момент в ситуации отчаяния, совершенно очевидного беспомощности и грусти. И я сейчас вспоминаю то состояние, когда я находился вот как раз в поиске решения той ситуации, в которой вот нужно было как-то придумать, решить, что сделать. И я себе сказал, никогда больше я себе не позволю сделать так, чтобы моя семья испытывала вот такого рода ситуации, затруднения, лишения. И я себе сказал, хватит, я буду заниматься этим. В результате появился как раз курс Max Effect, в названии которого зашифровано имя моего старшего брата. И каждый раз, когда я говорю о максимальной эффективности, я вспоминаю о тех событиях, которые были вот не самых приятных в тот момент. Не могу сказать, что эта история со счастливым концом. В настоящий момент мы продолжаем работу для того, чтобы исправить всю ситуацию моего старшего брата. Но появился свет в конце тоннеля. И в общем-то он покажет, что на самом деле есть возможности для того, чтобы любую вашу ситуацию, как бы она страшно и грустно не выглядела, каким-то образом улучшить. Ну давайте поговорим про вас и про ваши идеи. Точно так же у вас есть страхи и заблуждения, которые являются самыми главными вашими врагами. Я сейчас коллекционирую страхи. И для того, чтобы вы понимали, что их множество различных, в моей коллекции страхов сейчас их порядка разных видов, более 20. Но касательно максимальной эффективности, касательно как раз нашего с вами курса, существуют определенные страхи, которые звучат следующим образом. Что счастье, оно в первую очередь в гигантском мешке денег, который вот должен у меня свалиться и тогда-то у меня будет все хорошо. На самом деле практика показывает, что если вы глубоко несчастны в каких-то моментах вашей жизни, то деньги только ухудшают ситуацию. Вы начинаете расшвыриваться ими в общем-то неосознанно, смотри правила ведро ресурсов. И таким образом к вам приходят люди, которые в общем-то заинтересованы в том, чтобы отщепнуть от вас как можно больше золота. И от этого вы чуточку, скажем, краткосрочно получаете эффект, получаете удовольствие какие-то понятные, которые вы можете купить за деньги. Но в дальнейшем вы у разбитого корыта в общем-то сидите как героиня сказки Александра Сергеевича Пушкина «Старуха». Поэтому счастье не в деньгах точно. Многие люди говорят о том, что дайте мне возможность уехать в отпуск, дайте мне отоспаться, дайте мне прожить целый год в отпуске. И у меня все будет замечательно, у меня будет все хорошо. На самом деле они не понимают, что увезя за собой главный источник проблем свой мозг, они и в ситуации за 3-9 земель в общем-то окажутся в ситуации такого же несчастья, таких же проблем. Просто потому что шлейф, который они за собой привезут в новую страну или в новое место, где они хотят получить карт-бланш с чистого листа, скорее всего не произойдет. Потому что они будут тянуть за собой свои привычки. И те основные вещи, которые нужно и важно делать, это изменять свои паттерны поведения. То, что по большому счету действительно выстраивается и встраивается в нашу жизнь. То, как мы спим, то, как мы едим, то, как мы гробим наше здоровье. Либо игнорируем какие-то позывы нашего организма по поводу сна, по поводу яркости жизни. В общем-то очевидным образом при привозе, скажем так, таких плохих привычек с собой в отпуск вы получите все ровно то же. Поэтому заблуждение, что в отпуске вам будет замечательно. Да, наверное, какое-то время вы будете получать огромное удовольствие от смены картинки. Но спустя несколько вылазок в отпуск, которые в моей жизни сейчас уже занимают 2-3 месяца, я понял, что невозможно, скажем так, получать огромное удовольствие от самого себя, если ты такой же плохой, как был в формате работы. И это удивительное откровение, которое в какой-то момент дало мне по башке. И, ну представьте себе, если вы просыпаетесь, например, там по старой памяти в 2 часа дня, стараетесь выползти на экскурсию, оказывается, что все самые интересные музеи в том городе, в котором вы находитесь, в котором вы приехали, закрываются там в 4 часа дня, то скорее всего вы будете в ситуации недовольны самим собой. И вы будете это недовольство плескивать на ваших любимых, на окружающих, на близких. Точно так же, в общем, это происходит. Следующий наш, наверное, самый интересный закидон, это «Меня будут любить и уважать только тогда, когда я». И вы выдумаете себе о состоянии идеального состояния, когда вот, когда у меня будет машина, когда у меня будет еще более крутая машина, когда у меня будет совсем крутая машина, когда у меня будет супердом. Вот тогда меня все будут любить, меня будут все уважать, у меня будет ситуация восторга, восхищения, и мне от этого будет хорошо. Существует два вида успеха, это внешний успех и внутренний успех. Об этом мы точно так же более подробно говорим на уроках Max Effect. И внутренний успех очень сильно зависит, конечно же, от вашего внешнего состояния успешности. Но если у вас, скажем, внутри нет четкого понимания, что у вас все хорошо, то любые бирюльки, которые дают вам счастье внешнее наносное, они очень быстро заканчиваются. И вот такого рода фраза, вы можете подставить себе все что угодно там. Когда я выучу английский язык, когда я стану хорошим папой, когда я буду любить своих родителей. Но вы должны понять, что вы должны в первую очередь поработать над тем, чтобы отшелушить все наносное и как раз концентрироваться на том, что вот сейчас я привел в конце своего разговора в качестве примеров. Любить своих родителей – это более долгосрочная помощь, которая приведет вас к внутреннему спокойствию, успеху и состоянию «у меня все хорошо». Следующая задача и следующая сентенция, которую мы обсуждаем – «когда я буду богат, тогда я». Это, в общем-то, отправляет нас к вопросу про отпуск, про деньги. Очень похожая история. Вот тогда-то у меня и случится. Нет, скорее всего, не случится, у вас не будет хватать других ресурсов. У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать энергии. Как правило, нехватка ключевая ресурсов, ну как бы в этот момент всплывает в других частях. Поэтому равномерно, равномерно, скажем так, заполнение всех недостающих элементов в ведре вашего счастья, в ведре ресурсов, так я его называю иногда, это очень важно, потому что перегибы тоже случаются и там. Ключевой момент, который является, наверное, самым важным элементом – это бесцельность. Отсутствие целей в вашей жизни – это беда, которую на самом деле нужно лечить. И давайте посмотрим на пирамиду целей. Вы должны знать, зачем и куда вы движетесь. Это самая базовая задача, которую вы должны для себя прописать. Без этого вы не будете обладать осознанностью в ведре ваших ресурсов. Ваши ценности и убеждения – это те штуки, которые, с одной стороны, могут сократить вам путь в путешествии куда, но если ваши ценности, например, говорят о таких важных вещах, что я не буду убивать для того, чтобы получить деньги, я не буду глотать допинг для того, чтобы доехать на велосипеде первым и стать победителем, то вот это удлиняет ваш путь. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, вы переходите к финишу с тем набором ценностей, которые не изменяют вас в худшую сторону. Очень часто я видел людей, которые на пути к богатству, на пути к миллионам внутренне менялись, и они становились другими людьми, постепенно-постепенно заменяя себя какими-то другими кирпичиками, которые в итоге гнили, скажем, деревянные подпорки, которые говорили, ну ничего, ну вот здесь вот подумаешь, скажем, задолжал, человеку денег не отдал, ничего страшного со мной не случится. Потом оказывается, что это дерево выросло совершенно кривым, и человек стал гнилым изнутри. Вот так вот тоже бывает. Самые важные этажи, которые мы опять же будем с вами разбирать, это психология, это физиология, это производительность, эффективность, это те действия, которые вы делаете, и то, ради чего вы, собственно, движетесь в какую-то сторону, те цели, которые вы себе ставите вперед, ориентиры, которые заставляют вас стремиться каждый день и двигаться в вашей максимальной эффективности. Могу сказать, что психология является самым, наверное, большим проблемным барьером, который люди не могут перепрыгнуть, потому что все тараканы, они в первую очередь в голове. То есть люди, которые о себе говорят, я не умею зарабатывать деньги, у меня, например, сейчас есть люди, знакомые, которые зарабатывают 20 тысяч рублей в месяц, ходят на работу каждый день по 8-10 часов, при этом они говорят, что, слушайте, я не знаю, как зарабатывать, вокруг кризис, вокруг беда и печаль. А я при этом удивляюсь и говорю, ну как же так, ребята, есть интернет, есть бизнес, возможности, которые привносят вам деньги, но элементарно торговля какими-то вещами, которые вы можете выложить в интернет, принесет вам дополнительно 5, 8, 12, 30 тысяч рублей. В моем случае это цифры уже, которые, ну, в некоторых мозгах выглядят неприличными, скажем так, потому что это уже десятки, сотни тысяч долларов, которые мы зарабатываем в крупных контрактах, в моем основном бизнесе, который касается рекламного агентства. И люди не понимают, что возможно, например, исправить эту ситуацию, последовательно обучаясь каким-то вещам. Вот психология, это, наверное, самая основная причина, почему люди не начинают двигаться дальше. После того, как они понимают, скажем так, что нужно делать, либо они, ну, как бы определяют для себя область для развития, следующая проблема это физиология. Это как раз то, что выстраивает вашу энергию, вашу жизнь и вашу возможность каждый день делать чуточку больше, чем вчера. Представьте себе, что вы в ситуации хронического недосыпа пытаетесь делать какие-то действия, которые, ну, вы сделать просто элементарно не можете, не успеваете. У меня вот сейчас, например, есть четкий KPI, показатель успешности, что минимум 4 встречи в день, это хорошо, это нормально, это совершенно базовые вещи. А ребята, которые обучались в курсе нетворкинг, говорили, что после третьей встречи у них язык на плече, потому что они не могут представить себе, как же так, в общем, встречаться больше, чем 3 раза в день. Все возможно. Вопрос всего лишь количества подходов к снаряду. Производительность. Это в тот момент, когда вы начинаете уже понимать, что возможно масштабировать какую-то повторяющуюся операцию, вы включаете режим как раз максимальной эффективности, и вы начинаете уплотнять время для того, чтобы за единицу времени сделать большее количество итераций одного и того же действия. Либо делаете его каким-то образом на качественно новом уровне. И ваши действия, которые, в общем-то, подтверждают, скажем так, получение теории на психологическом уровне, производительность и эффективность, которую вы начинаете имплементировать, зависят всего лишь от очень простого вопроса самому себе. Что я сегодня сделал для того, чтобы достичь той цели, которая стоит надо мной, и до которой я еще не дополз, не докарабкался, не добрался наверх. Вот это, наверное, та самая пирамида целей, которую я себе каждый день рисую утром в голове, а вечером спрашиваю, получилось у меня это сделать, либо нет. Запишите себе в тетрадку, каким образом вы можете выстроить те цели, которые сейчас вас волнуют, и, скорее всего, эти цели будут, ну, скажем, понятными из очевидных вещей. Хочу машину, хочу квартиру, хочу, чтобы получали достаточно денег мои дети на какие-то нужды, которые есть в каждой семье. Но вы должны выстроить такие цели, которые будут волновать и заставлять двигаться именно вас, потому что, рассказывая про следующую часть нашего обучения, хочу вам показать историю Володи Бероева, который, наверное, лучшим образом продемонстрирует, как он открыл для себя энергию, мотивацию и драйв. Ну, давайте я не буду повторять эту историю, мы посмотрим ее вместе и вернемся снова к нашему уроку. Добрый день или вечер даже уже, дамы и господа. Меня действительно зовут Владимир Бероев, и я действительно основатель и креативный директор студии конструирования изображений «Дизайн Беро». Если еще откатиться чуть-чуть назад, да, это в октябре уже год назад, вес мой составлял там 107 килограмм. Сейчас я скажу, почему я об этом говорю. Вес был 107 килограмм, поэтому часто вот эти свои профессиональные навыки по ретуши, по цветокоррекции приходилось применять и в том числе и к своим фотографиям. На тот момент я ушел из агентства, находился уже год без агентства, потому что до этого порядка 10 лет я проработал в рекламной индустрии, на позиции арт-директора, мы делали ролики, то есть некий опыт был, но все это прилично надоело, был, собственно, кризис, были тендеры, ну, в общем, достаточно сложная картина была для самореализации. И я ушел, как вот знаете, можно уходить от или можно уходить к чему-то. Вот когда мы уходим к чему-то, мы видим некое направление, а когда мы от, эффект создается, что когда мы уходим от, получается, мы не понимаем, куда мы идем, то есть мы как бы отталкиваемся от того, чего нам не нравится просто. Так вот я ушел от, поэтому была масса проблем, заказов было мало, ежемесячные платежи оставались. В общем, такая неприятная ситуация человека, который остался без наема, без зарплаты. И, соответственно, в общем-то, возникал главный вопрос, это что делать. И появлялось ощущение, что найдется некий человек, который, в общем-то, как светоч поможет и даст ответ на этот вопрос. И кругом сомнения, 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 все, что оставалось. Один из путей, который я нашел через, по-моему, сайт теории практика, был открытый вебинар господина Бугаева, куда, собственно, я попал. И вот что меня поразило, так это какая-то удивительная такая искренность у этого человека, причем, чтобы это вот так пафосно не звучало, то есть вот есть ощущение, что вот ваш человек или не ваш человек, у меня создалось ощущение, что этот человек, по крайней мере, тот, с которым я могу говорить на одном языке. Но он выступал перед аудиторией, по-моему, в 200 или в 300 человек. И, в общем-то, достаточно сложно было до него добраться, как ни странно. Тем не менее, мы оставили визитки, много людей оставило визитки, и пошла рассылка. И на каком-то моменте в мае, если я не ошибаюсь, нет, раньше, в апреле, пришло вот такое письмо счастья в очередной рассылке, когда Леонид запускал свой такой курс вебинаров MaxEffect10x, то есть максимальное ускорение. И вот это письмо мне попалось, знаете, на глаза совершенно случайным образом, потому что было ощущение, что обычно я такие письма, как спам, проглатывал, а тут почему-то оно мне осталось на глазах. Вот, я решил попробовать вот эту всю программу. И с этого момента, как ни странно, это даже не в виде рекламы, это в виде вот собственной истории, да, собственного ощущения. Вот начали изменяться какие-то фундаментальные вещи в моей жизни. Вот эта программа подразумевала ряд действий по поводу привлечения в свою жизнь каких-то новых привычек. И одной из привычек, вот я вам показывал ту фотографию со своей физиономией, 107-килограммовой, я думал, как же от этого избавиться все, как же стать больше похожим на вот вторую картинку, которую я делал. И Леонид, как ни странно, предложил вот этот путь. Этот путь был в виде бега. Вот, и я, собственно, решил несколько вещей изменить. Из того вот слайда, который также был заранее, я решил уменьшить свой вес, ну, как минимум до 95 килограммов. Наконец-то создать свою студию, то есть не просто шататься, болтаться, не понимая, что же мне нужно, как озабоченный нео. И, собственно, пересмотреть ряд принципов жизни. Прежде всего, сделать акцент на действиях. Это очень важно. То есть прекратить ходить и думать, когда я что-то смогу сделать. В общем, начать действовать. И действовать я начал. Я начал ежедневно бегать. Было это достаточно сложно. Я начал там с двух килограммов. Причем бегать я, собственно, ненавидел никогда. Это была какая-то просто трагедия адская для меня. А кто-нибудь, вот поднимите ради интереса, кто-нибудь бегает или бегал ежедневно? О, слушайте, здорово, здорово. Потому что для меня это была трагедия. То есть когда я пробежал эти первые два километра, первый раз организм кричал «Вова, ты что, с ума сошел?» То есть это что-то нереальное с организмом происходило, потому как, в общем, человечек был достаточно полный. Но я бегал и после этого продолжал бегать. Завел на Фейсбуке альбом и решил туда в виде некого публичного обещания помещать фотографии ежедневные, каждый-каждый день. И говорить так, что если я какой-то день это обещание нарушу, пинайте меня ногами, пинайте меня как угодно. То есть это был некий отчет. Плюс еще на телефоне такая программа есть, которая отслеживает ваше передвижение. То есть она тоже не дает вам обмануть, запостить вчерашнюю фотку, допустим. И я бегал, 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 продолжал бегать, продолжал, 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 продолжал. Собственно, делаю это до сих пор. Дальше сотую пробежку я провел в совершенно новом для себя ключе, в совершенно новом для себя сообществе людей, людей, которые бегали, в общем-то, постоянно. Это был Найковский марафон на Воробьевых горах. В нем бежало 2000 человек. Ощущение, конечно, непередаваемое, когда вот эта вся масса людей начинает вдруг нестись куда-то, в общем, с не самой маленькой скоростью. Но это даже был не предел, потому что Найк этим марафонам готовился к еще большему, собственно, который мы и пробежали. Это был марафон 10-километровый, 15-го, по-моему, сентября этого года. Собственно, здесь вы можете видеть того человека, который был на том первом семинаре, когда я сидел вот в зале, а теперь мы, собственно, с этим человеком бежали вместе вот этот кросс. То есть такая достаточно необычная ситуация, ну, с какой-то стороны. Вот, и мы пробежали 10 километров в такой массе людей в количестве 24 тысяч человек. Ощущение действительно непередаваемое. Если вы когда-нибудь, скажем, у вас будет, перед вами будет эта информация про марафон, попробуйте, ну, даже не марафон, вот такой забег, да, попробуйте сделать, действительно это запоминается. В итоге к сентябрю этого года я довел свой вес до 94,5 килограмм, вот, сформулировал концепцию своей студии как некая мобильная такая группа, которая подключается в зависимости от проекта, в зависимости от задачи. И люди, то есть у нас нет отдельного офиса, кто-то работает дома, кто-то работает в кафе, кто-то работает в другой стране, и мы подключаем людей по необходимости. То, о чем, собственно, сегодня начинал говорить Олег, вот, то есть вот это концепция мобильности. Почему я так много говорил про бег? Потому что бег явился неким порталом. То есть такое ощущение, что вокруг бега, как на неком примере модели, организовалась новая вселенная, которую можно просто проецировать на успешность, на всю другую жизнь, на все другие сферы жизни. Появилось четкое желание, что пора избавляться от проводов, пора становиться более мобильным. И как образ, скажем так, работы, такой традиционной моей, стал, это образ работы, скажем, в кофейнях. То есть сегодня я могу работать в этом месте, завтра я работаю в другом месте, послезавтра я работаю, скажем, у какого-то заказчика. То есть вот эта смена обстановки, она очень сильно освежает мозги. Напоследок я хочу сказать еще об одной такой интересной мысли, которая пришла некоторое время назад в голову. Очень часто я вижу людей, которые остались работать в агентстве, например, который я покинул, и в жутко негативном состоянии люди находятся. То есть они постоянно говорят о неиспользованном потенциале. Это взрослые дядьки по 35-37 лет, и они действительно фактически плачутся. Они говорят, я бы мог горы своротить просто. Если бы что-то произошло бы и так далее, вот это бы, сослагательное наклонение, это сослагательное наклонение для них является некой ширмой. И картина мира этих людей фактически строится из вот этого мышления, из вот этого мира ощущения. Так вот, как ни странно, все наше окружение всегда, вот те люди, те объекты, те события, которые с нами происходят, замечаете вы это или нет, но это четкое отражение нас. То есть это все зеркала наши. Вот эта мысль ко мне лично пришла как некое озарение. С одной стороны, она простая, но когда ты ее прочувствуешь, ощущение такое достаточно сильное. Все. Спасибо. Надеюсь, вам понравилась история Володи, потому что это тот человек, который в какой-то момент делает гораздо лучшее ежедневное действие по зарядке энергии своего организма, даже сравнивая с собой. Я могу сказать, что Володя обогнал меня в тех вопросах, которые связаны с мотивацией, с драйвом, с движением, с физиологией, с бегом. И я буду очень рад, если мне удастся бежать за ним, чуточку сохраняя себе какую-то мотивацию, видя его на своем горизонте движения, потому что вы понимаете, что это тот человек, который, образно говоря, в какой-то прекрасный день перешел на одну из лекций в высшей школе экономики, которую я тогда проводил, я зажегся. И как ракета стартовал, в общем-то, следом. И сейчас он точно так же заряжает своей энергией окружающих, показывает им своим примером, что возможно найти ресурсы, которые позволят вам сбросить лишний вес, которые позволят вам получать огромное удовольствие от пробежек, даже зимних, даже осенних, ну уж, конечно же, весенних, летних, это само собой разумеется. И история Володи для меня очень важна, потому что она позволяет вам понять, что такое максимально эффективность в действии. Это когда вы находите свою цель и те инструменты, которые двигают вас дальше. Ваше существование было бы действительно серым, если бы не было ничего, что вы готовы ценить и к чему можете стремиться. Если сейчас у вас нет той цели, к чему вы хотите стремиться, это знакомая для меня совершенно ситуация. И мы с вами пройдем следующий урок, который позволит вам найти эти цели, которые, конечно же, встанут в пирамиду и вы сможете принять для себя решение, что является вашими целями. В этом уроке я хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом, сделать определенные шаги, которые позволят вам взобраться на вершину ваших целей. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, что в настоящий момент является вашими целями, о чем вы мечтаете, что заставляет вас каждое утро просыпаться, идти на работу, двигаться дальше, идти в достижении ваших целей. И именно ваши ответы позволят мне понять, какие есть инструменты, которые помогут вам достичь тех высот, которые вы себе ставите. Еще раз, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь вверх и увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!